Около 50 дольщиков незавершенного жилого комплекса «Жастар-4» собрались сегодня в Акимате Астаны с требованием встречи с Акимом, Осетом и Секешевым. Люди не могут получить обещанные им квартиры уже несколько лет. Они называют себя жертвами недобросовестного застройщика. Виталий Воинов говорит, что продал автомобиль и занял крупные суммы, чтобы вложиться в долевое строительство. Свой ущерб он оценивает в 11 миллионов тенге. К сожалению, есть двойные продажи. На сегодняшний день мы обо всех не знаем. Почему? Потому что люди живут в разных городах. Наши инвесторы находятся в разных городах Казахстана. Кто-то до сих пор еще, я так думаю, может быть и не знает о том, что происходит. 50 человек, понимаем, за ними находятся семьи. Это 200-300 человек будут останутся на улице. Мало того, потратив все свои сбережения, уже им в принципе в этой жизни может надеяться не на что. Знаете, каждый раз нас упрекали в том, что мы не приходили в Акимат, в госорганы, не проверяли ту или иную строительную компанию на добросовенность. Да, мы этого не делали. Но соответствующие документы, лицензии, те же разрешения на строительство, кто выдает? Госорганы же выдают. Их же регистрируют как юрлица. Тоже госорганы. То есть они должны какую-то ответственность нести за это. К людям вышел представитель управления архитектурно-строительного контроля Даулет Доскулов. Вот вы, когда с 2011 года вот это здание строится, вы как муж вот этого города. В конце концов, когда вы, почему вы не проследили? Контроль вообще не был. Где вот ваш тихосмотр? Было уголовное дело возведено. Чтобы у вас какие-то права были, создайте ЖСК. Нет, хорошо, создали. Заберите этот объект, чтобы завтра... Как каким образом? Вы что сами сделали для того... Как каким образом? Вот вы что сделали в 2013 году? Вы почему не сдали? Почему не спросили с нее? С этой дороги, почему у тебя объект не сдат? Почему? Как не почему? Мы спрашивали. Деньги за квартиры люди 6 лет назад отдали компании «Бахыт-11», учредителя которой позже обвинили в мошенничестве и растрате имущества. Сейчас дольщики просят городские власти изучить возможность достроить их дом за счет возвратных госсредств. Даулет Доскулов сказал, что такие решения принимаются на уровне правительства. После принятия такого решения, если оно будет принято, вам это будет объявлено, с вами будет проведена встреча на уровне Акима, либо других полномочий. И мы в нее обязательно зайдем, если любая госпрограмма будет. По части того, что куда кто зайдет, это будет решаться, со всеми будет проводиться встреча, со всеми ЖК, со всеми это будет все обсуждаться. Списка на сегодняшний день никакого нету, поэтому... Программы тоже на сегодняшний день нету. Акима и Секешева собравшиеся так и не увидели. Им посоветовали записаться на прием. Дольщики ЖАСТАР-4 не первый раз заявляют о своих проблемах. В прошлом году они обвинили застройщика в невыполнении обязательств. В недостроенном доме заселены два подъезда из девяти. Строительство остановлено. Тимур Айтмухамбет, Ержан Амирханов, Азатык ТВ Продолжение следует...